Бендеры готовятся отметить 76-е лето освобождения. Долгожданный мир к городу принесли бойцы Третьего Украинского фронта. Бендеры освобождены в ходе Яско-Кишиневской операции 23 августа 1944. Каждый последующий год новые и новые поколения бендерчан вспоминают с благодарностью воинов-освободителей. В центре Бендер начали устанавливать сцену. Уже через несколько дней она станет эпицентром торжества. Уже в это воскресенье, 23 августа, мы склоним головы светлой памяти павших и порадуемся за мирное небо над головой. Тон празднику зададут творческие коллективы. В субботу, накануне знаменательной даты, по городу пройдет музыкальный автопробег. Знакомые с Муглянкой и Катюшей зазвучат в разных микрорайонах. Концерт с колес артисты дадут прямо во дворах. В воскресенье памятные мероприятия начнутся с Божественной Литургии по погибшим и умершим в годы Великой Отечественной войны. Начало церемонии в 8 утра проведут ее церковнослужители Преображенского собора. И в это же время в центральном сквере у памятника приказ Сталина пройдет возложение цветов. Впрочем, возложить цветы к мемориалам Великой Отечественной можно не только в обозначенные часы. Все-таки правила карантина не позволяют массовости. Делегации общественников и руководство города посетят все памятные места Бендер. На мемориале славы в этот день откроют бюст герою Советского Союза Сергею Полецкому, нашему земляку, отважно сражавшемуся на фронтах Великой Отечественной. Алые гвоздики лягут к подножию памятника, возвышающегося над Кицканским плацдармом, к сельским мемориалам Гиски, Протягайловки и Варницы, а также к памятному знаку высота 150. Еще одно памятное событие. На доме, где жил Павел Бальбот, полный кавалер орденов славы, установят мемориальную плиту. В разгар дня эстафету памяти подхватят велолюбители. Они проедутся по местам боевой славы. Стартует велопробег в три часа дня с площади освобождения. Финиш на Кицканском плацдарме. А тем временем на центральной площади Бендер состоится солдатский привал. В программе концерт творческих коллективов. Яркий аккорд праздника от музыкантов в погонах. Перед публикой выступит ансамбль «Днестр» и оркестр Минобороны под руководством Виталия Войнова. Запланированы также показательные выступления роты почетного караула. На площади можно будет рассмотреть военную технику, отведать солдатской каши или что-то смастерить. Любители активного отдыха ждут военизированные эстафеты и спортивные соревнования. Завершится праздник красочным фейерверком. Его дадут ровно в девять вечера. За полчаса до салюта школьники на площади героев проведут патриотическую акцию «Свеча памяти». По микрорайонам города откроются кинотеатры под открытым небом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова